Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Телефонную линию в субботу поступило лишь 5 звонков Вопросы мы рассмотрим, дадим письменный ответ На полях кипит работа Одними из первых к массовой уборке нового урожая Приступили аграрии СПК Бердовка-Агран Техника на сегодняшний день работает 100% Пока из 9 комбайнов ни один не стоит Они оказывают помощь в экстремальной ситуации Белорусские спасатели отмечают день работников пожарной службы Работа интересная, нравится мне Я даже горжусь своей профессией Начинаем выпуск с чрезвычайного происшествия В субботу 23 июля в результате возгорания в одном из домов деревни Тябы Погибла 75-летняя пенсионерка По данному факту ведется проверка, работают специалисты Предполагаемая причина – неисправность электросетей и электрооборудования А точнее – короткое замыкание электропроводки холодильника Хозяйка характеризуется посредственно А ее сын, который совместно с ней проживал Были факты с его стороны злоупотребления спиртными напитками Значит, в 2016 году за нарушение правил пожарной безопасности Пенсионерка привлекалась к административной ответственности в виде штрафа Продолжаем выпуск Обращений на прямую телефонную линию становится меньше В субботу управляющая делами райисполкома Ирина Юч приняла лишь пять звонков от личан Два из них касались ремонта дорог Жители 2-й Хасановской улицы ищут возможность заасфальтировать дорогу Имеющееся гравийное покрытие создает постоянные неудобства как для водителей, так и для пешеходов Также обратились и жители дома номер 2 по улице Набережная Они просили оказать помощь в исправлении дорожного полотна у одного из подъездов Поступил на прямую линию вопрос от жителей деревни Чеховцы Их интересовал вопрос, когда здесь появится название улиц На это и другие обращения ответы были даны сразу В основном вопросы разъяснены Например, вопрос по сырости в квартире по улице Тухачевского А также гражданин был не согласен со стоимостью за техобслуживание газового котла Например, Юнгер Остальные вопросы мы рассмотрим, дадим письменный ответ Это касаемо асфальтирования улицы Хасановской, 2-я улица Хасановская А также подъезд к дому по улице Набережная, дом 2, корпус 3 Возможность задать волнующий вопрос будет у личаны в эту субботу 30 июля прямую телефонную линию проведет первый заместитель председателя райисполкома Николай Климук Обратиться к нему нужно будет с 9 до 12 часов по номеру 52-42-43 К другим темам Непогода вмешалась в планы хлеборобов Из-за дождей комбайны выборочно обмолачивают подсушенные участки с различными культурами Ячменем, третикали, пшеницей, озимой рожью Однако уборочная в регионе все же набирает обороты На сегодняшний день аграрии личины убрали 1651 гектар озимого рапса Это 79% от плана И 1655 гектаров отведенных под зерновые культуры Пока это 8% от плана Намолочено более 5000 тонн зерна Средняя урожайность составляет 31,3 центни раз гектара На полях из ПК Бердовка сегодня побывала наша съемочная группа От зари и до самой ночи длится рабочий день на хлебной ниве хозяйства Бердовка Агро К уборочной кампании здесь приступили в середине июля На сегодня убрано 17% площадей Намолочено 670 тонн зерна Пока урожайность составляет 32,2 центнера с гектара В прошлом году эта цифра была 38,8 центнера с гектара В том году было засеяно зерновой группой 1500 гектаров В этом году площадя мы больше площадей, чем в том году не засеяли Все осталось на уровне В том году мы собрали зерновой группой 6000 тонн Урожайность составляет 38,8% Я думаю, что в этом году будем стараться тоже приблизиться к этой цифре Причиной начала уборочной кампании позже обычного стали погодные условия Они же усложнили задачу аграриев Практически ежедневные дожди переувлажнили почву А это в свою очередь затруднило прохождение техники в поле Повышенная влажность сказалась и на качестве зерна Надо будет задействовать больше сушильных комплексов Потому что зерно как бы умаженное При нормальной умаженности, которой надо зерно засыпать, это при 13% На сегодняшний день мы убираем зерно, которое 18-20% умаженности Больше надо затрат сейчас в этом году, чтобы высушить зерно Во время уборочной и люди, и техника должны работать как часы Поэтому ремонт машин произвели еще зимой А за штурвалы усадили опытных комбайнеров Валерий Кот в хозяйстве Бердовка Агра работает практически четверть века Большую часть трудового стажа провел за рулем габаритной машины И на собственном опыте убедился, чтобы техника не подводила Нужно вовремя о ней заботиться Каждое утро продувка, смазка, очистка Где-то ремень подтянуть, цепь подтянуть, помазать Внешний осмотр полностью комбайна Стараемся в сроки сжать без потерь И аккуратно первую технику безопасности соблюдаем Уже четвертый год плечом к плечу с Валерием Котом На одном комбайне работает его помощник Виктор Жуковский Напарники говорят, за эти годы они научились понимать друг друга с полуслова Наряду с ними на уборке озимых зерновых трудятся еще четыре экипажа Столько же комбайнов задействовано на уборке рапса Техника на сегодняшний день работает стопроцентно Пока из девяти комбайнов ни один не стоит Также в хозяйстве есть четыре пресса Из них три работают на зерновой группе Один работает на подкормке, а потом подключается тоже на зерновую группу Задействованы две тележки на отвозке Убираем, ставим скирды уже Как бы два трактора на пахоте работают Уже яровые зерновые, которые убрали И свезли со мной мы с полей Начинаем запахивать и готовить эти поля под озимый рапс 10-15 гектаров в день В таком темпе идет уборочная кампания в хозяйстве Бердовка Аграм По завершению уборки озимых зерновых Бердовские аграрии начнут собирать урожай яровых зерновых и зернобобовых культур Сегодня в Беларуси отмечают День пожарной службы История которой началась в нашей стране еще в конце 15 века А 25 июля 1853 года Минское губернское управление Совместно с Минской городской думой учредили пожарную часть В которой состоял 51 человек И эта дата стала знаковой За эти годы структура серьезно изменилась Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ Созданы и функционируют 19 видов специальных служб В Лицском районе их 8 Это службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Химической и радиационной защиты Водолазная, гражданской обороны Газодымозащитная, медицинская, высотников и инспекция надзора Профилактики и предупреждения пожаров Сегодня в Лицском районном отделе по чрезвычайным ситуациям несет службу 251 работник Ежедневно на вахту заступают порядка 70 человек Нужно сказать слова спасибо нашему коллективу За полугодие я считаю, что Лицский районный отдел по чрезвычайным ситуациям Поставленные на него задачи выполнил с достоинством Это и ликвидация ряда пожаров 68 пожаров и выезды на неучетные горения И помощь гражданам в различных ситуациях Это и открывание дверей Это и борьба с жалоносными насекомыми Ну и многие-многие другие ситуации В которых мы никогда нашим гражданам города не отказываем в помощи Сегодня в районном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие Где лучшие сотрудники Лицского отдела принимали награды Им были вручены грамоты Министерства по чрезвычайным ситуациям Областного управления МЧС Также были присвоены очередные воинские звания Медалью за отвагу второй степени награжден Командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста номер 13 Алексей Михайлов Нагрудным знаком отличник МЧС Награждены начальник пожарного аварийно-спасательного поста номер 12 Денис Ступяк И водитель пожарной аварийно-спасательной части номер 2 На объектах у аула Кокраска Владислав Мотевич Имя командира этой части Роберта Акуневича По итогам работы за 2015 год занесено на районную доску почета Работаю в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 1993 года За этот период приходилось неоднократно выезжать На разного рода чрезвычайные ситуации Ликвидации пожаров Работа интересная Нравится мне Я даже горжусь своей профессией К сожалению, все вот эти чрезвычайные ситуации Наши выезды сопровождаются нанесением материального ущерба Народному хозяйству, людям Иногда приводят даже к трагическим последствиям Гибель людей, животных И все это приводит по большому счету Происходит из-за человеческой беспечности Детской шалости Где-то халатность Пренебрегаем мерами пожарной безопасности Поэтому не думайте, что это не коснется вас Многие так думают На самом деле нужно думать как раз таки наоборот Что нужно сделать все, чтобы меня это не коснулось Сегодня спасатель – одна из самых престижных профессий На эту службу идут те, кто несмотря ни на что Будет преданно и самоотверженно выполнять возложенные обязанности Между тем, стать настоящим профессионалом можно только регулярно оттачивая свое мастерство О буднях Лицких спасателей – материал Александра Плескачева В районе функционирует 8 подразделений ПЧС Ежедневно на дежурство заступает порядка 70 человек На их счету десятки спасенных жизней К примеру, недавний случай, который имел место 18 июля На пульт дежурного поступило сообщение от жителя одного из домов по улице Ленинской О том, что из окна соседа пробиваются клубы густого дыма А входная дверь закрыта Сразу же к многоэтажке были направлены 5 пожарных расчетов В сильно задымленную квартиру огнеборцам пришлось входить через балкон Время шло на секунды Соседи сообщили, что внутри должна находиться пожилая пара Однако, как позже выяснилось, в квартире находился только пенсионер Его супруга была в этот день на даче Почувствовав запах дыма, он пришел на кухню, увидел возгорание Отключил электроприбор с розетки Начал заливать пламя водой Большой ошибкой стало то, что он сразу не вызвал спасателей Принялся тушить возгорание сам Спасатели обнаружили пенсионера и вывели на свежий воздух После чего бригадой скорой медицинской помощи С предварительным диагнозом отравления угарным газом Он был госпитализирован в районную больницу На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось около пяти минут Основная рассматриваемая версия причины пожара Короткое замыкание кухонной вытяжки Благодаря четким и грамотным действиям пожарных спасена человеческая жизнь Для того, чтобы оказать квалифицированную помощь в спасении людей Нужны теоретические и практические знания Действия должны быть четкими Ведь при выполнении работ по спасению другой жизни Сотрудник МЧС должен сохранить и свою Именно поэтому огнеборцы проводят постоянные тренировки Сегодня тревожная сирена неоднократно подняла в ружье Работников пятой пожарно-аварийно-спасательной части На специальном полигоне они отрабатывают действия По спасению человека на пожаре Едкий дым в считанные минуты распространяется по специальному сооружению В конце строения находится пострадавший Его роль выполняет манекен Спасателям необходимо в кратчайшее время пройти весь участок И достать тряпичную куклу из огненного плена Сделать это в темноте, в дыму Непростая задача даже для опытных спасателей Снаружи пострадавших, одеваем маски на пострадавших Вас понял, 12.49 Преодолевая этапы мы готовимся как практически, как психофизиологическим навыкам Офицер Денис Пушилов – профессионал В свободное время он, если не в спортзале, то здесь, на полигоне После учебы он попал в республиканский отряд специального назначения МЧС Обучен выполнять любые спасательные задачи на воде, на земле и в воздухе По семейным обстоятельствам был переведен в Лиду в пятую часть Именно ее работники в основном выезжают на помощь при ДТП, происшествиях на воде и высоте Специальная техника позволяет расчету в кратчайшее время оказать необходимую помощь Помимо того, что в этом автомобиле имеется 400 литров воды Также здесь имеется 100 литров пенообразователя Имеется ствол высокого давления, который служит для тушения, например, квартир Небольших очагов возгорания Далее, в этом автомобиле имеется гидравлическое оборудование Две станции, и они предназначены при выезде на ДТП Чтобы, например, заблокировать пострадавшего Либо срезать крышу машины там и так далее Имеется бензоинструмент, бензопила при завалах деревьев Или при том же ДТП, когда заваливает на машину, чтобы отрезать и освободить И бензорез, который служит, например, при выезде, когда двери закрылись Или задымление в квартире, чтобы срезать двери В общем, в машине имеется все необходимое для оказания помощи в любой чрезвычайной ситуации Для Беларуси профессия спасателя сравнительно молодая Ее история насчитывает немногим более 15 лет Тем не менее, даже за этот сравнительно небольшой промежуток времени Профессия спасателя смогла доказать свою необходимость и завоевать популярность В Лиде завершился финальный этап областных соревнований «Кожаный мяч» Который проходит под патронажем президентского спортивного клуба и Белорусской федерации футбола Участие в них приняли 17 команд старшей возрастной группы со всех районов Гродненской области Вначале прошли матчи в четырех подгруппах В субботу состоялись решающие игры Команды очень хорошие Ребята играют на уровне достаточном для их подготовки Проводили мы также конкурсы по технике футбола И тоже есть хорошие ребята, достойные, которые показали хорошую технику игры Турнир прошел вообще нормально Представители остались довольны Особенно дети, потому что соревнования проводились на профессиональных футбольных полях Некоторые ребята на таких полях еще и не играли В принципе, все, мы закончили и будем ждать других соревнований В борьбе за третье место встретились команды Октябрьского района города Гродно и футболисты Щучинского района Победитель определился в серии пенальти 3-1 Бронзу увозят ребята из Щучина В финал вышли команды Кареличи и Ивье В борьбе за золото напряженной игры не получилось Со счетом 5-0 победила команда Ивьевского района Победитель областного этапа будет представлять нашу область на республиканских соревнованиях в городе Горки в сентябре Все довольны, радовались Спасибо, ребята Сразу хочу поблагодарить, конечно, организаторам За гостеприимство, за отличное судейство За организацию хорошую Ну, а по команде хочу сказать, что ребята готовились Ну, хорошая команда Товарищеские матчи проводили Выигрывали Турниры небольшие выигрывали Неудачно сложился для футбольного клуба «Лида» матч 13-го тура чемпионата Беларуси среди команд Первой лиги Встреча проходила в воскресенье в Гомеле и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев команды Гомель-Желдор-Транс На протяжении минувшей недели на кортах в микрорайоне «Молодежный» проходил теннисный турнир «Динамит Кап» Участие в нем приняли более 120 спортсменов из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши и США 16-летние ребята сражались за первенство в одиночных и парных разрядах В минувшие выходные состоялись финальные игры Лучшим в одиночном разряде стал россиянин Роман Ниганов Который в матче с Артемом Бородиным одержал уверенную победу над белорусом в двух сетах со счетом 6-3-6-3 Требования тренера очень непростое дело и для меня Ну, конечно, наверное, какие-то есть ошибки, какие-то недочеты Есть свои плюсы То есть, ну, мы работаем Мы приехали из глубинки, это город Киров, Россия, это север России То есть, ну, путешествуем мы по всему миру, так как мы теннисисты Хочу сказать, что вообще в Беларуси радушный народ, что нас здесь приняли Что мы, наверное, еще приедем, приедем здесь потренироваться Тандем Ниганов-Бородин победил и в парном разряде В финальной игре они сразились с Тимофеем Басалыгой и Зурабом Богатершвили И определили победителя только по результатам тайбрейка Теперь на лицких кортах кипят новые баталии Наш город принял участников международного турнира пятой категории И финальные игры 18-летних теннисистов пройдут уже в эту пятницу Это была последняя информация выпуска Далее наш эфир продолжит краткая информация о погоде на завтра После чего вашему вниманию программа «Полный дозор» Она, как и всегда, расскажет о чрезвычайных происшествиях на Личине за последнюю неделю Я же с вами прощаюсь До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова